Обыски в правительстве Хабаровского края и отставку министра прокомментировал губернатор Сергей Фургал. Также глава региона заявил, что не исключает и дальнейших кадровых изменений в краевой администрации. Пресс-конференция губернатора длилась более двух часов. Журналисты могли задать любые вопросы, в том числе неудобные. С подробностями Любовь Краснослободцева. Сергей Фургал в должности губернатора уже полгода и практически каждый месяц он отвечает на вопросы журналистов и блогеров Хабаровского края. Этой пресс-конференции предшествовали обыски в правительстве. Аресты Василия Шахалева, экс-заместителя, экс-губернатора и лесопромышленника Александра Пудовкина. Сергей Фургал уверен, действия правоохранительных органов закономерны. В лесной отрасли десятилетиями царила коррупция, как со стороны крупного бизнеса, так и со стороны чиновников. Вы же все видите, что у нас происходит с лесом. Ведь там крутятся огромные деньги. А что имеет бюджет Хабаровского края? Всех налогов с леса Хабаровский край получал 1 миллиард 200 миллионов. Всех, без исключения налогов. А тратил на поддержание дорог в нормативном состоянии, по которым вводится лес, 2 миллиарда 400. Ну вот это что, ведение бизнеса что ли? Проверки в лесной отрасли продолжаются. Также, по словам губернатора, продолжается оздоровление и очищение правительства. Накануне Сергей Фургал ликвидировал очередное ненужное ведомство Министерства международного сотрудничества и уволил министра Вячеслава Дианова. Также журналисты спросили, почему у губернатора нет зампреда по внутренней политике. Сергей Фургал ответил, что правительство пока справляется и без него. Сокращение аппарата привело к сокращению расходов. Деньги останутся в бюджете и их, возможно, перенаправить в другие отрасли. Команда не бывает застывшей. Будут еще меняться у нас и должностные лица. Будет у нас приходить молодежь. Будет приходить и не молодежь. Но те, кто будет выполнять грамотно, четко поставленные задачи, они, конечно, будут работать. Проверки в министерствах, сокращение чиновников и их зарплат, по мнению Сергея Фургала, стали первопричиной антигубернаторской информационной кампании. В интернете, соцсетях, местной и федеральной прессе на протяжении шести месяцев появляются заказные материалы на Сергея Фургала. Авторы заказов, в том числе, все те же уволенные чиновники из правительства, которые были замешаны в серых схемах. Воровать больше нельзя. Все. То есть бесплатная кормушка закончилась. Те, кто реально стоял и стоит у кормушки, они это почувствовали. Поэтому поднялся вселенский виск. Крик, виск, проклятие. Потому что их реально стали убирать от кормушки. Так, ранее в интернете появилась информация о том, что экс-глава региона, бывший полпредпрезидента в ДФО Виктор Ишаев, раздавал Сергею Фургалу рекомендации, кого брать на высокие посты. На самом деле, на самом деле, вы переоцениваете, все переоцениваете влияние Виктора Ивановича на меня. Ни одного человека, ни одного Виктора Ивановича мне не рекомендовал. Да и те, кто знает меня, если кто знает меня, есть люди, которые знают меня давно. Мне невозможно навязывать. В завершение губернатор рассказал, что прошедшие полгода он в целом считает позитивными. Несмотря на госдолг, который остался по наследству от прошлой власти, в крае появились тенденции роста собственных доходов. Любовь Краснослободцева и Павел Павлов. Телеканал «Губерния». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова